Волонтерский движение 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 Как правило, это те же самые лидеры волонтерских отрядов. В настоящее время состав этот утверждается. Задача, которая будет стоять перед Молодежным советом. И для чего он создается, по большому счету. Нам хотелось бы видеть, именно путем взаимодействия с Молодежным советом, и видеть и слышать от самой Молодежи, каким именно они видят методы приема работы по осуществлению профилактической работы. Какие, может быть, новые формы они сами предложили бы. Как они, находясь на стороне молодежи, то есть на стороне той целевой аудитории, для которой мы и осуществляем профилактическую работу, как они видят наиболее перспективными и эффективными те или иные методы. То есть у вас изнутри такая задача, чтобы их глазами... Совершенно верно. Найти наиболее качественную обратную связь. Кроме того, подразумевается, что тот актив Молодежного совета, и те лица, которые будут туда входить, они будут и сами непосредственно участвовать в профилактической работе и вовлекать в свои ряды все большее количество молодежи и учащихся в нашей области. Вот такие задачи основные. Кроме того, мы видим, что работа Молодежного совета принесет нам плоды в рамках новых идей по нормотворческой деятельности, по осуществлению информационной пропагандистской работы, по реализации каких-то новых проектов, по реализации каких-то креативных идей и так далее. То есть вот основные задачи вот такие. Хорошо. Можно ли сейчас или в дальнейшем, впоследствии вернее, говорить о том, что будут действовать некие волонтерские патрули, ну там около школы и так далее, смотреть вот за такими горячими точками с точки зрения вот продажи наркотиков и так далее. Или вы не ставите такой цели, или она может быть подразумевается в дальнейшем? Вы знаете, все-таки основная задача и Молодежного совета, и волонтерского движения антинаркотического реализации задач по осуществлению первичной профилактики. Первичная профилактика все-таки подразумевает больше разъяснительную пропагандистскую работу по формированию антинаркотического мировоззрения у молодежи, нетерпимого отношения к наркотикам и пропаганде здорового образа жизни. Это не есть выявление и предупреждение правонарушения, поскольку это несколько иное направление. Это все-таки больше профилактика, профилактика и пропаганда. Да, я просто вспомнил народные дружины, ходили люди и сейчас говорят. Наши задачи, они вот все-таки несколько в ином направлении стоят, в направлении именно профилактической, пропагандистской работы и осуществлению непосредственно профилактических мероприятий именно с учащимися и молодежью. Хорошо. Ну и поскольку речь идет о молодежи, то уж позвольте мне вспомнить примеры, так сказать, столичные, когда организуются какие-то группы молодежи, активистов, которые отлавливают тех же самых торговцев наркотиками около школ и их своими способами наказывают, обливают красками не смывающимися и так далее. Вот не опасаетесь ли вы, что, организовав такое волонтерское движение, в нем будут собственные направления движения самых активных активистов? Вы знаете, все-таки и задача молодежного совета состоит в том, чтобы попытаться централизовать эту работу, организовать ее системно, эту работу волонтерского движения. И чтобы не было таких перекосов, не было перегибов и неправильных методов работы, вот как раз такой молодежный совет и создается под эгидой управления наркоконтролем, управления образованием. То есть молодежь, активная часть, перспективные, креативные идеи, и в то же время, чтобы все эти направления и движения действовали в рамках правового поля. Вот задача все-таки такая. Но вместе с тем, конечно, хотелось бы видеть и реализацию этой работы в виде каких-то неформальных методов, неформальных приемов, чтобы это было перспективно, чтобы это было современно. Вот не какие-то классические методы в виде лекций, бесед, круглых столов, а все-таки, может быть, какие-то и новые методы формы работы. Ну, естественно, которые находятся в рамках правового поля. Так сказать, в формате времени. Да, совершенно верно. Мы не исключаем, что можно будет проводить и какие-то городские акции, например, по закрашиванию стен и наружных поверхностей различных сооружений в городе Рязани, на которых зачастую наносятся телефоны, лист, который пытается продавать курительные смеси, спайсы и так далее. Мы не исключаем, что будем организовать и проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, раздаче каких-то сувенирной продукции с логотипами пропаганды здорового образа жизни, вовлечения в спортивные кружки и секции. Ну, и иные формы мероприятий, находящиеся в рамках законов. Все время подчеркиваем правового поля, в рамках закона. Все-таки, чтобы не переступать черту, потому что у молодежи, конечно, идей бывает много. И некоторые из них даже выходят за рамки действующего законодательства. Поэтому мы должны их здесь в каком-то плане даже сдерживать и подсказывать, что делать можно, от чего стоит воздержаться. Как говорится, энергию, но в мирных законах. В правильном направлении. В правильном направлении. Да, действительно, я тут с вами совершенно согласен, потому что идеи молодежи много. Приложение усилий частенько из-за этого рамка правового поля может и выходить. И с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что вот такими заседаниями, обсуждениями и созданиями наглядных пособий здесь не обойтись, потому что молодые люди стремятся к действию. Им нужен экшен в любой случае. Поэтому акции помогут. Безусловно, очень большая часть работы будет направлена на проведение публичных мероприятий. Публичных мероприятий, мероприятий, связанных с участием большого количества молодежи. Это и внутри учебных заведений, и в городской черте, и массовые мероприятия. Но вот именно цель создания молодежного совета при управлении наркоконтроля была обоснована тем, ну и самая идея обоснована тем, что все-таки волонтерское движение у нас в области развито достаточно активно и эффективно. Мы знаем, что волонтеры работают и по линии физкультуры и спорта, по линии молодежной политики. Есть уже известные лица, узнаваемые лица. Но вот наша линия, она все-таки достаточно специфична. Поэтому мы бы хотели, даже организовав вот такое волонтерское движение, волонтерский отряд такой специализированный, еще и обучить их, дать им необходимое познание по нашей линии работы, поскольку специфика, она подразумевает и правильное проведение этих мероприятий, чтобы они принесли нужный эффект, результат и пользу для соответствующей целевой аудитории. Все, большое вам спасибо за такой вот рассказ. Естественно, что я могу вам пожелать? Только удачи и успехов в этом осуществлении этих ваших идей и задач. Действительно, такая четкая, практически военная организация работа, она, несомненно, поможет, потому что и новое, и предполагать невозможно. Всего вам хорошего. Я напомню, что у нас в гостях был Олег Евгеньевич Андреяшкин, заместитель начальника управления Федеральной службы по контроль за незаконным оборотом наркотиков. Говорили о совместной работе с молодежью, о новых формах, о новых форматах этой работы. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин